Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы обсудить такую тему, как, соответственно, микробиота тонкого кишечника. И начну я издалека. На самом деле, изначально я готовил сложный выпуск. Хотел... что-то все хотел рассказать вам сразу. Но моя преподавательница, врач-гастроэнтеролог, я с ней созвонился, начал готовить выпуск, и она сказала такую мудрую вещь, что в этой ситуации даже врачей следует учить как по буквам, да, то есть начиная с самых азов, так и, соответственно, тем более своего зрителя лучше ввести в курс дела, так как, скорее всего, вы немножечко не понимаете, о чем вообще пойдет речь, какая такая микробиота тонкого кишечника и зачем она вам нужна. В норме, в тонком кишечнике существует своя жизнь, соответственно, она идет как некий симбиот, да, все вспоминают фильм про Венома сразу, да, и в чем смысл? Смысл в том, что она помогает нам усваивать, поглощать полезные вещества. Можно безумно долго рассказывать о том, какие вещества и какие микроорганизмы помогают нам синтезировать. Мы об этом будем еще говорить не в одном выпуске. Цикл микробиота, я надеюсь, если вы меня поддержите лайками, своими комментариями, у нас будет долгий. И сегодня, помимо того, что хотелось бы занести в вас понимание того, что микробиота помогает нам поглощать пищу, она также влияет практически, ну, не на все, конечно, но на глобальном уровне, на многие процессы в нашем организме. Это и процессы гормонов в том числе. Таким образом, кластридиум рамозус у нас, я вот у себя подглядываю в такой шпаргалочке, и я думаю, что она у вас сейчас плывет. Ну, мы выявляем, значит, анализы на микробиоту тонкого кишечника путем так называемой ГХМС по Осипову. Подробнее я думаю, что мы тоже коснемся, что это за такой анализ в отдельном выпуске. Сейчас скажу только то, что 58 здесь основных показателей. Входят сюда как резидентные микроорганизмы, также транзиторные, микроскопические грибы, вирусы и, соответственно, плазмологен и эндотоксин. Ну, это я, может быть, перечислил для тех, кто уже в курсе как-то этой темы, да, где-то что-то слышали. Если эти слова не знакомы, мы будем об этом подробно говорить в других выпусках. Как быстро, зависит, конечно же, от ваших лайков, комментариев, просмотров. Скиньте эту информацию всем, так как она необходима абсолютно всем. Значит, и вот, значит, кластридиум рамозус, она ассоциирована с гормональными нарушениями, а именно с диабетом второго типа. И действительно, у многих, кто делает данный анализ, у многих моих диабетиков, она превышает норму. Ну, тогда, как у людей, у которых нету проблем с избычным весом, с инсулинорезистентностью, кластридиум рамозус, ну, находится либо в рамках референсов, либо там бывает и занижено. Бывает и, соответственно, ну, завышено, но не сильно. Значит, и таким образом нужно просто сейчас, еще раз я резюмирую, осознать, что микробиота нашего организма, в том числе, в основном, выделяет тонкого кишечника, так как с нее, считается, начинается весь обсер, да, значит, соответственно, она влияет на работу многих функций и систем организма. Едем дальше. По поводу психологии. Не зря у меня канал называется, там, медицина, фитнес и психология. Если мы возьмем фитнес, что такое, в чем важность для фитнеса, для микробиоты? Безусловно, это способность усваивать микроэлементы. Это начиная от фитнеса, начиная от витаминов, микроэлементов, там, магниев, цинков, чего угодно, заканчивая тем, что вы просто проходите реабилитацию. Значит, что еще хотелось бы сказать? Если мы говорим за психологию, за психиатрию, за, соответственно, адекватное и неадекватное поведение, за нарушение памяти, за хроническую усталость, за, может быть, даже какое-то нетипичное агрессивное поведение, или, наоборот, очень такое вялое, пассивное, на это все может влиять микробиота. Есть даже так называемые инфекционные теории, туда укладываются очень множество различных развитий наших заболеваний. Вот. И, соответственно, таким образом нужно не забывать про то, что мир внутри вас влияет на вас. Ну, хорошо, скажите вы, Сергей, мы вас поняли, окей, давайте как-то дальше понимать, а как вот ничего, только анализ сдавать, чтобы понять, что у меня эта микробиота нарушена, а может у меня ничего не нарушено, и я вам сейчас коротко озвучу, какие признаки есть нарушения микробиота. Так как какой-то яркой клиники может и не быть, хотя, естественно, яркой клиникой стопроцентным подтверждением, соответственно, будет являться наличие колитов, особенно неясного генеза, будет, соответственно, у нас изменен, если желчи отток, все загибы, перегибы желчного, наличие камней, соответственно, изменение в ходе желудочно-кишечного, да, тракта, это, например, различные язвы, присутствие геморроя, значит, далее, это различные высыпания на коже, сигнал о том, что у вас нарушение микробиоты. Конечно же, конечно же, сто процентов это у нас обложенность слизистой белым налетом или каким-то, может быть, любым другим из видов налетов, нетипичная откраска тканей, да, и так далее. Это все признаки того, что сто процентов, скорее всего, даже когда речь о слизистых, чаще всего это грибы, белый налет, особенно девушки меня, сейчас, если смотрят, вспомните, у кого был кандидоз. Белый налет может быть не только на стенках влагалища, да, и вот эти выделения, но и на слизистых, так, даже кандидоз может быть и на коже головы, и на лице, и даже, соответственно, выделяют кандидоз непосредственно на самом глазном яблоке, может там как-то жить, да, и, соответственно, специфические выделения выдавать. Также в редких случаях встречается кандидоз кожи совершенно локального, то есть там на левой руке, на правой ноге, где угодно, вот может каким-то образом поселиться, но редко, редко, поэтому я говорю каким-то, то есть что-то такое нетипичное должно произойти, потому что кандидоз чаще это половые органы, ну и слизистые полости рта. Для мужчин, многие мужчины, так как ассоциируют болезнь женскую с кандидозом, многие мужчины, они такие, ну мы мужики, мы защищены от этих девчачьих. Болезней нет, не защищены мы от них, товарищи, и кандидоз мы переносим и обсеменяемся им. Такие нетипичные покраснения на лице образовываются, очень тяжело от него избавиться, и это признак того, что у вас в целом нарушение микробиоды кишечника. Значит, что с этим нужно делать? Нужно сдавать не только на кандидоз, а ГХМС по ОСИПу, и соответственно уже таким образом исследовать, смотреть полным пакетом, что у вас нарушено и что нужно исправлять. Возвращаясь к поведению человека. Очень сильно завязано поведение человека, особенно если есть хронические какие-либо тензиниты, риниты. Очень часто депрессии и биполярные расстройства ассоциированы с нарушением микробиоды, потому что это хронические, вялотекущие воспаления, в том числе на слизистых полостях. Да-да, это различные рингические вот эти истории. А мы вспоминаем, что у нас рядом с этим. У нас рядом с этим стоит мост, да, который, все эти воспалительные процессы кровоток, который тоже заносит. И если вы страдаете, ну, каким-либо нарушением, да, психологическим, психиатрическим, пожалуйста, подумайте, может быть у вас есть хронические какие-либо синуситы, пульпиты, стоматиты постоянно вылазят. Это вот все в эту сторону. Вот. Так что, дорогие друзья, такая вот широкая тема по Осипову. Опять же, подчеркну, для чего я хотел сказать по поводу кандидоза. Кандидоз, естественно, это не только заболевание, которое как отдельно, да, то есть повышение грибка, нужно его лечить, значит, правильно выводить этот грибок. Ну, не весь, опять же, мы не говорим о том, что мы будем убивать каждый микроканец полностью, просто снижать его до определенной нормы. Вот. И, соответственно, таким образом мы должны просто выровнять баланс микробиоты. И если кандида у нас высокая, как правило, это ассоциируется с наличием уже так называемой биоплёнки, то есть вот кишечник, есть в нём уже такая плёночка из рассадника всех этих разных бактерий. Там, соответственно, они живут, плодятся, и когда пища подходит, да, то есть вот, допустим, ручка – это наша, соответственно, плёночка из бактерий, рука – это кишечник. Вот по кишечнику идёт сначала нормально пища, потом въезжает непосредственно тонкий кишечник, тут биоплёночка. Соответственно, пища сначала, чтобы через стенку всосаться, да, она сначала всасывается через биоплёночку, бактерии там поели-поели, а потом уже в кишечник впосредственно пошла. Поэтому таким образом нужно обязательно, обязательно нам иметь знания, если вы хотите быть здоровыми, красивыми. Девушки, в сторону нарушения турбора кожи, вообще в сторону раннего старения и так далее, в сторону качества волос, в сторону железодефицитной анемии, которая у многих имеет неясный тоже генез. Вот. То есть это всё нужно изучать в первую очередь и микробиоту тоже. То есть и микробиоту тоже мы изучаем обязательно, особенно если мы говорим о каких-либо дефицитах или анемиях. Вот такой вот вводный сюжет, дорогие друзья. Напишите, что непонятно. Напишите свои вопросы, как вы думаете, на что, на какие болезни может влиять микробиота. Я отвечу вам в комментариях. В комментариях сразу оговорюсь, что на опорный двигательный аппарат, безусловно, так как может нарушаться всасывание кальция и многих других веществ, мы ещё об этом поговорим, естественно, микробиота и на опорный двигательный аппарат тоже будет влиять. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас жду на своих онлайн-консультациях. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...